27 июля в Кимрах заключен под стражу 40-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка. По версии следствия, в ночь на 25 июля мужчина охранял Кимрское кафе, куда забрался 15-летний школьник. Охранник, заметив постороннего, выстрелил в незваного гостя. Ранение оказалось смертельным. В карете скорой ребенок скончался. Следователем следственного отдела по городу Кимра, следственного комитета, с участием криминалиста следственного управления, совместно с экспертом ЭКЦ ОМВД России по Тверской области произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, иные предметы и следы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Также при содействии отделения уголовного розыска установлено лицо подозреваемых в совершении преступления. Суд удовлетворил ходатайство следствия по избранию меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели. Назначен ряд судебных экспертиз. Стало известно о вердикте суда в отношении матери шестилетнего мальчика, загрызанного собаками. Об этой и страшной истории в патрульной службе мы рассказывали в январе. Все произошло в деревне Аркатова Калининского района. С участием опытных следователей и криминалистов Следственного комитета и сотрудников МВД осуществлен выезд на место происшествия. В рамках возбужденного уголовного дела следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям выясняются все обстоятельства и условия, которые привели к гибели ребенка. С участием опытных следователей и криминалистов Следственного комитета сотрудников МВД осуществлен выезд на место происшествия. В тот же день по факту гибели шестилетнего ребенка Калининским межрайным следственным отделом регионального СК возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, причинение смерти по неосторожности. За собаками следили, по-вашему? Следили. Ну и передержка, их там много. Трагическую новость местные восприняли с большой тревогой. Я очень, к сожалению, очень грустный мне такой. Это невыдержимо даже. Конечно, нельзя было допускать на таких собаках. Потому что неизвестный собак, он хороший или приученный. А так очень плохо, конечно. Они этого тоже, наверное, не ожидали. В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая, занимающаяся много лет волонтерской деятельностью по оказанию помощи бездомным животным, не приняла необходимых мер к обеспечению безопасности своего шестилетнего сына от собак, содержащихся у нее на передержке, находящихся на само выгуле без привязи и намордников. С учетом смягчающих наказаний обстоятельств, а это признание вины, раскаяние в содеянном, многочисленных положительных характеристик с места жительства и работы, состояние здоровья подсудимой, активного способствования раскрытию и расследования преступления, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.